в одном из видео на канале я подробно описывал как нами воспринимается сезон рыбанск их плюсы и минусы для нас ссылку желающий могут найти в описании к видео однако жизнь избегая деления всего сущего только на черные белые цвета подарила нам такие периоды как межсезонье это явление в общем-то характерно для любого места которые предназначены для отдыха понятно что оно это самое межсезонье начинается с окончания политического сезона поэтому в нашем случае учитывая что банк предназначен как для зимнего так и для летнего отдыха этот период повторяется дважды во второй половине весны и осени а также в первом месяце лета и зимы город пустеет желающим погрустить представляется полная свобода тем более что картина опустевших мест недавнего веселья и отдыха действительно не добавляет оптимизм так просуждали бы отправившись как-то утром прогуляться по бадыришкиной поляне конечной станции гондола гондолу остановили пару недель назад и еще не начали летние профилактические работы поэтому там тоже тихо и безслежно парковая инсталляция смотрится странновато лыжник супермен не восхищает мишкам не завидуешь и только предупреждающая надпись настораживает и все всегда тут просто впрочем если вы чайник команда вот сюда короткая пробежка с целью проинспектировать те места где летом мы будем гулять собирать молитвы впрочем они и сейчас напоминают только практически безлиственные палочки ее густу вообще пока весна сюда не добралась все-таки высота тысячи по моему 600 метров ну и тут же как всегда обращая внимание на заброшенный и практически развалившийся кемп когда почему его забросили да и что-то вообще было и ясно который раз ругая про себя какого-то горя бизнесмена не сумевшего извлечь пользы хотя бы из прекрасного места расположения этих домиков разумеется восклицаем ее про себя вот я бы но не сумев мне от нас удерживать чтобы я сделал на его месте иду дальше а вот кто-то оставил эти приличные деревянные спилы быстрый опрос друзей и применение им найдено все в дом это наш девиз из леса да с пустыми руками мы не выходим вот разжились в хозяйстве пригодится все пригодится делав небольшой круг возвращаемся к машине да желающие могут тут и пострелять любители экшем могут это сделать стоя на лыжах особо настойчивые могут пострелять еще на лыжах и зимой но межсезонье это не только временная безлюдная вода чешкина поляна а еще и наш лес нет ну парк короче нет это наш лесопарк он в это время превращается в витаминный склад когда мы коровьей настойчивости потребляем мне кажется все что уже поселенело вот идет молодая крапива щавель и даже воспоминания дальневосточной молодости папоротни с гордым названием орля по первым двум нет сам суп из них выходит совершенно бесподобно а вот с третьим проблема воспоминания молодости сохранили только его грибной вкус во рту но молчат о способе приготовления чтобы получить этот самый вкус но это мы ищем и уверенно найдем кроме гастрономической помощи парк сейчас интересен еще и тем что там наконец взялись за капитальный ремонт всех площадок вот дыха сколько я да не только я сколько мы все наилише там все разрушаются а чтобы должным образом образовать отдыхающих на каждой площадке установили добротное сооружение с краской информацией о флоре и пауэре парк так что хочешь не хочешь оглядываться вокруг будешь уже с профессиональным видом идем в сторону дома глядя на эти потоки не можешь себе представить что они будут не всегда и уже в следующем сезоне то есть через один-два месяца на этом месте будет еле журчать чуть заметное ручье вот между деревьев проглядывает и родной комплекс тут стараниями нашего скромного безымянного садовника межсезонья на клумбах не ощущает и они выглядят вполне по весеннему или по летнему я не очень разбираюсь зато общий кот Сёма он же Васька он же Бенни Райх может отвлекаться в зависимости от настроения на другие имена и клички никаких сомнений не испытывает если кормят и вокруг тепло значит по его мнению межсезонья самый что ни на есть распрекрасный сезон на этой оптимистической ноте я с вами прощаюсь до свидания и до встречи на канале субтитры